Поэтому я хочу特別注意 их двух. Я надежды возлагал на G2 и все еще возлагаю. К сожалению, они сами упустили свою игру. И, казалось бы, даже против такого соперника, как СКТ, у них были шансы на самом деле. Они очень грамотно и хорошо начали early game. Дальше у них все очень плохо стало. Но будем надеяться на то, что они смогут что-то сейчас из себя реализовать, проявить. И я буду голосовать так же, как Юрий и Алексей за G2. А ты как? Как-то мне не нравится то, что все голосуют за Европу. Уже стоило бы, наверное, за два года понять, что Европа, к сожалению, на огромном спаде. И пока что... Ну, тенденции такой, что она станет сильной, пока нет. То есть G2 из года в год ездят сюда, ничего не выигрывают. И те же Flash Wolves, которые выглядят сейчас, ну, относительно неплохо. То есть они, да, проиграли World Elite, но, тем не менее, китайцы играли очень хорошо. Поэтому я все-таки поставлю на Flash Wolves, буду солидарен с очком. Ну, вот для меня, по крайней мере, этот матч сейчас будет, наверное, самым долгожданным. Потому что я действительно надеялся на то, что G2 сегодня себя покажет хотя бы в одной игре. А вот для тебя, что у тебя как сегодня? Если честно, первые матчи все-таки откомментировали, они были более интересными. И оставшиеся три они такие, знаешь, и везде есть свой фаворит. Но, тем не менее, как ни странно, еще раз напомню, SKT против Gigabyte Marines будет очень интересный матч. И я прям очень хочу его посмотреть, потому что как Gigabyte себя покажут, будет очень интересно. Ну, тем более то, что они обыграли только что TSM-ов. Хотя в последнее время TSM, конечно, себя слабенько показывает. Ну, ладно, перейдем уже к драфту. У нас во все он идет. Flash Wolves в минус Jace, минус Kennan. G2 отбанивают Graves'а и Ашу. И последний бан от Flash Wolves — это Fiora. И чем же ответит G2, как ты думаешь? G2 сейчас просто выключает сильных персонажей команды Flash Wolves. То есть они убрали Ашу, соответственно, у нас остается Varus. У нас остается Varus, Кейтлин, Изреаль. То есть вариантов много. Но они не хотят именно, чтобы Аша пускал свои стрелы по карте. И, соответственно, после этого кого-то ловили. И двух лесников от карты самых сильных его выключают. И это правильно, мне кажется. А вот Аша, ну, просто неприятный пик, наверное, для команды G2S Sports. А вот команда Flash Wolves полностью сфокусировалась именно на верхней линии. Jace, Kennan, Fiora точно не хотят, чтобы... ММД себя плохо проявил, на самом деле. Да, ММД сегодня, наверное, не его день. Встал не с той ноги. И поэтому все-таки лучше ввести его в зону комфорта, чтобы он хорошо себя чувствовал. Иначе может произойти то же самое, что в игре с World Elite, где... Ой, Гнар, боже мой. Меня Space заразил этим Гнаром. Скар... Не Скарл, да? Клэд? Клэд, да. Я долго пытался понять, Скарл, конечно, есть у Клэда, ты прав. Я просто соединил Гнара и Скарл, и получился Клэд. Легчайше. Йордл, он такой, знаешь. В общем, Клэд, на самом деле, стал действительно камнем преткновения. И это было странно, потому что Flash Wolves забирали себе Рамбла после уже Клэда. И это выглядело очень-очень сомнительно. Не сыграл ни одного хорошего уравнителя, не было дано. Но и, в принципе, непонятно, что будут выкатывать. И посмотрим, сможет ли все-таки ММД себя реализовать в этой игре. Мне, кстати, нравится то, что Flash Wolves сейчас забирают Лууху. Но, тем не менее, отличный ответ от команды G2. Они сразу берут себе и Верна, и Карму. То есть они понимают, что если у команды Flash Wolves будет очень такой гиперориентированный сетап на какого-то керри, допустим, Кейтлин, Твич, мы уже это видели. Поэтому они сразу хотят ответить чем-то похожим, что будет так же заходить. И у них будет чуть больше контроля, чуть больше помощи своему АДшнику. И как раз-таки это может зарешать. Но G2 при этом всем отдают Лебланку. И, ну, ладно, Ренгар, я не могу сказать, что это сейчас прямо приоритет. Но он сильный. Но он сильный, я не спорю. Но Лебланку отдавать, это вот уже немножечко странно на самом-то деле. Размышляет насчет Райза, и это все-таки Райз. Но щитов, по крайней мере, на Райзе будет колоссальное количество. Он будет жить настолько долго, насколько это вообще возможно. Но мне пока что не очень понятна логика, почему G2 именно вот так вот, ну, просто на халяву отдают. Но Лебланка уже давно не такой прям must-have midlaner. То есть его берут некоторые команды, которые умеют с ней играть. И, в принципе... Но Flash Wolf не стоит, по-моему, отдавать. Ну да, но все-таки Карсу ввести в такую зону дискомфорта будет лучше, чем просто мейпу не дать какой-то пик. То есть он что на Лебланке может хорошо сыграть, что на Райзе он отлично играет. То есть, ну, ты не можешь его ввести так прям 3 бана дать в него, и он будет чувствовать себя очень дискомфортно. Да никто не говорит по поводу трех банов, но с другой стороны сыграли по лесникам. Возможно, это тоже как-то себя проявит и будет очень благоприятно для G2. Но пока мне не очень нравится, конечно, этот ход. Бан Клетт минус Ренингтон. Топ-лейнерам, по-моему, ничего не остается уже потихоньку. Рамбл, Рамбл, Наутилус, все еще открыты. Ну, Камилла можно, Галлио есть еще. Камилла давай без Камиллы. Ладно, хорошо, Камилла не будем, Галлио есть еще. Галлио, Наутилус, Рамбл. То есть пиков достаточно много, можно брать что угодно. Но все еще есть Грагас тот же. То есть на топ сейчас очень много вариантов. Рамбл убирают. И остаются только танки на самом-то деле. Сейчас, наверное, есть смысл, возможно, забанить того же Наутилуса или Грагаса против G2. И забрать себе остальное? Но останется Галлио. Ну так нет, смотри, G2 могут сейчас забрать для себя, допустим, Галлио как раз-таки не глядишь. Совершенно банят. Тоже, кстати, хороший вариант. А вот я бы на месте G2 сейчас забрал Галлио, потому что... Мне тоже кажется, что Галлио это будет вообще отличный вариант. Кали... Почти Галлио рядом было, но немножко не та буква. Вот как-то мне не нравятся эти размышления, потому что АДшника все-таки, наверное, можно попозже забрать. И да, Кейтлин приятно выглядит. Тем более Кейтлин Карма, это вообще очень классный лайн. Но мне кажется, все-таки приоритет стоит вешать на топ-лейнеры. Но все-таки нет АД Кейтлин. Вообще Кейтлин просто очень сейфовый пик, очень сильный пик. И поэтому вместе с Иверном и Кармой она чувствует себя отлично. Тут понимаешь, тут еще Варус остался, тут остался из реалии, тут все, что хочешь. Кейтлин под бустами намного сильнее, чем тот же Варус. Поэтому все-таки ее, наверное, приоритетнее забрать. Топеры остались неплохие, поэтому можно забрать оставшегося. Но тут все топ-лейнеры практически, которые... Именно танковых топ-лейнеров тут все, что хочешь, выбирай. А и агрессию всю с верхней линии убрали сразу. Один и другой коллектив, они решили избавиться от таких прямо ярко выраженных, агрессивных игроков на верхней линии. Но если сейчас FlashWool заберут себе Грагаса, то для G2Sports 100% надо забирать Галлио, потому что тогда у них будет очень много именно защиты для своей Кейтлин и Райза. И будет все очень хорошо именно в драках. Но они думают насчет Наутилуса. Ну, кстати, тоже неплохой вариант. Почему нет? Нет, я понимаю, что Наутилус хороший вариант всегда. Просто Галлио как-то больше вписывается именно в этот сетап. Но мне в последнее время вообще больше намного Галлио нравится. Просто Галлио, например, может бегать рядом с Кейтлин и на нее никак не выпрыгнет ни Лебланка, ни Рингар. То есть если они неправильно затаймят его таун, ну, получат по лицу. Самое главное, что мне нравится, к примеру, в пике в Галлио, да, это уже Наутилус 100%, размышляют прям последние секунды. В любом случае, мне очень нравится Галлио в плане того, что на 16 уровне у него действительно как огромный рейндж для ульты, и он может спокойно сплитпушить нижнюю линию и прилететь на центральную линию за буквально секунды. То есть пройти два шажка, все, и сразу ультанул, помог команде, тут же ворвался в эпицентр событий, у него все отлично, замечательно. Наутилус тоже здесь подходит, в принципе, есть фронтлейнер, довольно сильные дэмэдж-дилеры и очень хорошая сустейн-композиция у G2. С другой стороны, у Flash Wolves очень огромное количество дамажащих персонажей, которые именно в агрессию будут неплохо себя проявлять. Как ты думаешь, кто окажется все-таки сильнее и чей игровой стиль, игровая механика намного лучше? Мне кажется, что Flash Wolves лучше сетап сейчас подобрал, потому что они, во-первых, играют с Double Teleport, это первый момент. Второй момент, то, что Лула играет с Ignite, и, соответственно, они хотят на нижней линии убивать, гнобить, пытаться не давать возможности Кейтлин выйти вперед, получить свои предметы, иначе тогда у него будут проблемы. То есть для этого взять Double Teleport, они будут пытаться играть от нижней линии, все-таки если ты выключаешь Кейтлин, сетап команды G2 теряет 80% своего урона, и поэтому единственное, кто остается наносить урона, это Rise, но Rise это такой себе наноситель урона, ему тоже нужно разогнаться. Но урона вообще очень неплохо на одной стороне, но после, конечно, в мидгейме... Да, в мидгейме, начиная с мидгейма до лейтгейма, но именно Кейтлин основная цель. Ну не знаю, Кейтлин с кармой все-таки тоже это очень серьезная композиция, и за счет того, что очень большой рейндж имеет, и на огромных дистанциях может держаться данная композиция, у G2, мне кажется, все-таки на нижней линии у них будет довольно-таки все неплохо. Ну что ж, начинается четвертый матч на сегодняшний день, если кто-то к нам только присоединился, напоминаю, что это Flash Wolves против G2 Esports, и мы начинаем, поехали, в ущелье призывателей, будем наблюдать, кто же все-таки окажется сильнее. Пока что все, наверное, не самым лучшим образом складывается на сегодняшний день для G2, они проиграли первую свою игру, у них очень серьезный противник на вторую, и встречаются сразу. Зафейлился все-таки инвейт команду Flash Wolves, они собирались пойти и заинвейдить команду G2, но, к сожалению, Беркс их увидел, и им пришлось расходиться. Притом, кстати, они медленно расходятся, очень медленно расходятся, при этом Требуш в нижней части занимает коллектив G2, и, кстати, вар даже не поставили, решили остаться просто так. Они не то чтобы медленно расходятся, они боятся заходить в свой лес, потому что у них там не было тотемов, и они не знали, где сейчас противники, их могли где-то поджидать, поэтому все правильно сделали ребята из Flash Wolves, они просто сейфово подошли под свои вышки в места, где противник вряд ли будет. Мне нравится, как перетягивается Иверн, и он будет начинать все-таки с синего бафа, соответственно, у него будет возможность забрать красный, и насколько хорошо Карса читает это, и он перетягивается на свой красный, чтобы предотвратить инвейт от Иверна. Это вообще замечательно. Соответственно, если вы имеете Иверн и не заходите во вражеский лес, ну, зачем он вам нужен, правильно, на ранней стадии? У меня тогда один большой вопрос для команды G2. Почему тогда нижняя линия команды G2 не поставила тотемы? Для того, чтобы увидеть, если, ну, допустим, Карса будет начинать со своего красного бафа. То есть они могли поставить как минимум на красный, и они успевали 100%. Да, но непонятно почему, за чего они так решили. Тем не менее, нельзя сказать, что это 100% ошибка, и Грагас очень поздно приходит, ММД, и у Иверна создается ощущение, будто все-таки начал он с синего бафа, но не идет, не идет. Если я не ошибаюсь, он мне даже зафейкал то, что он начал с синего бафа Карса. Да-да-да, он очень поздно пришел, я же говорю. Не то, чтобы он уже ману на что-то потратил, то ли на бодисвэм, то ли на бочку. Он бочку использовал в райтов. Ну, вот. На птичек использовал, и поэтому показалось то, что у него недостаток маны, и, соответственно, он где-то уже ее потратил, значит, помогал своему леснику. Но он это сделал много. В первой части карты все-таки птички не водятся. Там все-таки жабки. Тем временем забирает синий баф для себя Карса, и, верно, какой-то, не знаю, очень медленный темп. Он не забрал верхнюю часть вообще, даже пока что не собирается никуда выходить, только-только у него... Только-только третий уровень? Только-только третий уровень, да. Но за ним Рангар тоже успевает, и, возможно, сейчас пойдет инвейдить. Нет, все-таки он, видимо, будет забирать для себя оставшуюся часть. Что ты нам говорил, очень медленно. Очень медленно, я считаю, все еще можно быстрее. Третья минута, почти забравшись кимпоп, очень медленно. Экспект встречает Карсу, и приходится Рангару отходить. Ну, ладно, теперь уже у Рангара не все так хорошо, тем более не удалось у него зайти на верхнюю линию, и Экспект прочитал своего соперника. И бэкается. Бэкается у нас молодой человек, друг леса, решил, что не хочет здесь оставаться. Да, ему, в принципе, пока делать по карте нечего, то есть все линии запушены, Экспект пушит как ой-ой-ой, Звен, Звен. Но нужно быть поосторожнее, все-таки Варусу довольно-таки сильно накидывают, и нужно все-таки... Звен выигрывает по крипам, но... Сейчас бы выиграть пакетбам с Даран Блэйдом, когда против тебя Лонгсорт и три поточки. Спасибо. Уже две, уже две. Надо отдать должное. А, конечно. А у Звена-то сколько? Сколько? Но у него есть лайфстил, вот так вот. Он может стоять подольше. Но, конечно, ему проблематично добивать крипов. Казалось бы, что у него очень большие уроны именно издалека, и он неплохо может настреливать по крипам, но если подходит Лулу, то там под замедлением еще влетает стрела, и уроны, конечно, колоссальные идут. Г-2 пока что не хотят рисковать, не хотят никаких интересных действий производить. Да и Ренгар тоже себя не особо сильно показывает. А ему и не нужно. А ему и не нужно. Это Ренгар, и он получит свой шестой уровень, после этого выйдет на одной из линий, и получит убийство, и станет монстром. То есть типичный Ренгар, который просто ждет своего шестого. И мне кажется, команда Flash Wolves играет очень правильно, то, что они дают себя запушить, и единственная линия, которая пушится, это нижняя сейчас, потому что там находится рядом Ренгар. Вот и все. Но на самом деле Ренгар это видит, поэтому ему будет очень проблематично зайти. У него практически нет никаких шансов. Не то, чтобы ему нужно заходить, просто он рядом, если что. Мне вот вообще не нравятся размены, которые происходят на нижней линии. G2 как-то не совсем контролирует ситуацию, они просто так получают на все лицо. А Бетти вместе с World Art чувствуют себя просто отлично в этот момент. Они могут пушить, они могут стоять, они знают, что если что, прикроет их лесник правильно, и они готовы на то, чтобы трейдиться именно по уронам. Экспект, Экспект заходит на следующую линию. Кстати, Мэйпл хороший скачок, дается тюрьма, но не добивает. И Экспект еще тоже прожимает свой скачок. Вот это было очень странно, между прочим. Тюрьма длилась недолго, Мэйпл успел выйти. А зачем Экспект использовал свой скачок? Это для меня осталось загадкой. Я так понимаю, чтобы он крюк успел завейдить, но... Бывает, бывает. Перенервничал, но тем не менее задумка была хорошая. То есть Экспект понимал, что на верхней линии ему особо делать нечего, потому что Грагас только вернулся с базы, у него было фулл хп, а у Экспекта только половина. Тут можно интересно разыграть по райзу. Нет, просто приходит Карса помочь своему союзнику и запушить линию. А вот на нижней линии Звен и Митти, конечно, страдают. Они прижимаются к вышке и боятся вообще что-то сделать. Но вот это жесть, конечно. Лулушка тут настреливает и наносит колоссальное количество урона, которые просто не позволяют G2 даже крипов контролить. Но это выглядит очень странно. На самом деле контролировать крипов, когда тебя запушивают по твою вышку, довольно-таки трудно. Особенно на первых уровнях и при первых предметах. Поэтому им бы где-то на этом уровне сейчас держать линию в команде G2 будет неплохо. То есть да, их будет закидывать, да, их будет полкать, но тем не менее дальше пускать своего оппонента нельзя, иначе их под вышкой просто задавят. Ну там Мантра Ку пошла, и после этого еще кушка от Кейтлин, поэтому вроде отпушили, могут бэкнуться, попробовать, по крайней мере. Звен хотел это сделать, хотел исполнить, но ему не дали реализовать свои задумки, и ему приходится оставаться. Из-за этого приходится также еще и Митти стоять на линии, хотя стоило бы бэкнуться. Нет, все-таки Митти кидает, видимо, нет. Прекрасно стоит дальше. Пока что все очень ровно. Насколько это можно сказать? Прекрасно. Прекрасно бывают разные. Но пока что все очень ровно. Команда в Flash Wolves единственное, что карса чуть-чуть отстает по уровню, и это неприятно. С этих големов он должен уже получить свой шестой, я думаю. Да, получает шестой. И вот сейчас начинается уже игра для команды в Flash Wolves. Они отстают на 200 золотых, но это вообще ничего. Ну, 200 золота, это, знаешь, это на всех распределить, по одному крипу так накинуть просто на печеньку. Это как чаевые, то есть ты оставляешь всегда 200 рублей. 200 рублей, может быть, это... Ладно, я не буду шутить. Хорошо. Тем временем у нас все довольно ровно. На верхней линии, по крайней мере, точно. В лесу Иверн, кстати, немножечко по крипам отстает. Но это, опять же, за счет того, что у него своя пассивка. И на центральной линии все ровно. На нижней отстает всего лишь на 6 крипов Varus. Это, кстати, довольно странно, потому что они все время запушивали, играли агрессивно. Бетти вместе с WordArt навязывали битву своим соперникам. И почему он отстает совсем на чуть-чуть, но, тем не менее, отстает, непонятно. Потому что он вернулся на базу первым, а кейт после него. Соответственно, она завутала еще пару крипчиков, и все. Экспект получает красный баф. Вот, кстати, это неприятно. Ну, знаешь, ММД будет очень легко все равно стоять. У него имеется три Doran ринга, и у него есть фласка. Поэтому каких-то проблем возникнуть не должно. Но, тем более, то, что Экспект стоит просто издалека, откидывается Ешкой. Он боится своего оппонента. Он не знает, где находится лесник. Мэйпл ловит колоссальное количество урона. Пытается добить Перкса. Сюда еще и приходит. И Верн очень далеко, правда. Он находился. Если бы попал кушкой, возможно, что-то бы из этого можно было выжить. Но Мэйпл продолжает агрессировать. ММД тем временем проседает по количеству здоровья. Но есть пассивка, которая всегда поможет. Правильно? Именно так. Но, знаешь, мне не особо нравится то, что Трик сейчас делает. Он в игре просто бегает вокруг средней линии, пытается как-то помочь Перксу получить свои предметы, и никуда не выходит. Он уже, наверное, раз в пять мог выйти на верхнюю линию, помочь Экспекту хотя бы выбить скачок из ММД. Вы видели, что ММД сейчас не в самой лучшей форме, и если его, скажем так, закемпить, тогда у него реальные проблемы. И у его команды тоже, потому что нету номинального врыва в виде Грагаса, нету танка, который будет впитывать в себя урон. Поэтому... В момент, когда Тридорно покупается, уже ММД просто стоять. Но до этого действительно можно было оказать именно огромное количество прессинга на верхнюю линию. Даже сейчас, вот с красным бафом... Посмотри, вот Тридорно. Я понимаю, но с красным бафом на Утилу, с красным бафом и верно. Вы вдвоем можете просто взять и задайвить этого Грагаса. Нет, ну контроля, конечно, у них будет очень много. То есть это замедление от Трика, это еще также руты от него хорошие, плюс Экспект может цеплять. У него есть свои станы, подкидывание. То есть все хорошо именно по контролю, но я не уверен, что урона хватит именно если дайвить. А если туда еще Карза придет, возможно, они боятся именно контргангов. Перкс ловит опять не самым лучшим образом цепь, но уходит. Опять Трик, как ты говорил, сидит на центральной линии и просто помогает Райзу выйти в мидгейм. Мне, кстати, очень интересный билд у Мэйпл. Он взял себе мерки первым предметом сразу же. То есть он просто не хочет стоять в контроле настолько долго, потому что он знает, что Трик где-то возле средней линии. Соответственно, если он слишком долго просто сидит в клетке Райза, он получит по лицу. Нет, но если Мэйпл выигрывает на самом деле очень большое количество времени для своей команды. То есть все его союзники понимают, где находится оппонент. И если он все время тратит на своей центральной линии, именно Трик я имею в виду, если он тратит время на центральной линии, то тогда у них есть возможность где-то реализовывать себя. Но, к сожалению, они себя не реализовывают. А Мэйпл делает все для того, чтобы команда могла как-то, ну, по крайней мере, расправить крылья. Я не знаю, хотя бы попробовать снести вышку. Попарашу. Расправляют крылья только команда Gigabyte Marines. Ну, знаешь, сегодня им еще предстоит это доказать. И сейчас у команды в Хэшос мне всегда казалось, что у них значок их команды как будто, знаешь, вот эти маски, которые одевают, ну, какой-то Хэллоуин, такая вот масочка, которая глаза чисто закрывает. И ты такой идешь в меня, и как будто тебя не видно, как будто ты другой человек. На самом деле. Это было слишком странно и глубоко, ладно. Ну, жизненно. Не, ну, хорошо. Твои аналогии, они твои, все, не вопрос. Тем временем отстают на 400 золота уже G2. И где они потеряли свое преимущество на 200 золотых, не совсем ясно. Почему не забираются драконы? Почему нет вообще никакого давления от лесников? Они просто бегают и формят. Вот только сейчас выходит Ивер на нижнюю линию. Но, опять же, это просто заход для того, чтобы зайти. Неужели хотят снести Т1 на нижней линии? Нет, они прекрасно понимают то, что им соперники не дадут этого сделать и просто отходят. Сейчас бы снести Т1, когда у противников два телепорта готовых. Интересная задумка от команды G2. Так, хотят зацепить Мейпла. В итоге цепля... Ого! Как далеко полетел. Полетел. Хорошо, что не вылетел. Полетел, отнулся в стенку. Ну вот что делать? Что делать сейчас G2? Они не могут себя найти, конкретно лесник. У Flash Wolves, Карса, если он сейчас отфармится, то он все-таки сможет попробовать там или, возможно, у него даже получится ваншотнуть Кейтлинг в тимфайте в каком-нибудь. И они уже будут драться 5 на 4. У Иверна все-таки немножко другая роль. Он как саппорт выступает. И сейчас пока что он не помогает своей команде. Вообще, мне очень нравится то, что делает команда в Hash Wolves. Они просто затягивают игру. Они знают, допустим, G2 сильны в тимфайтах. Да, у них гиперкерри сетапа. Да, у них есть два саппорта для их Кейтлин и Райза. В принципе, их убить очень трудно. Мы возьмем Лебланг с телепортом. Мы возьмем Грагас с телепортом. Мы будем идти 1-3-1. На любую из лидеров будет приходить Рингар, убивать, забирать вышки. Все просто. То есть, команда в Hash Wolves даже не хочет драться. Рингар идет в следующий предмет после своего Вариора. Он не идет в пассивный предмет, он идет в агрессивный. Он, скорее всего, будет собирать черную секиру и идти ломать лица. Ну, то есть, если в Flash Wolves есть смысл затягивать, то с Иверном все-таки, наверное, стоит чуть-чуть побольше агрессии на ранней стадии оказывать. И у G2 опять нет плана на игру. Похоже, выглядит все именно так. Не то, чтобы агрессию проявлять за Иверна, скорее именно давление. То есть, ты должен приходить на линию, как он сделал сейчас, допустим, на нижней линии, только чуть раньше. Приходить вместе с Маргариткой, заходить под вышку, бить вышку, забирать вышки, после этого идти на дракона, то есть расставлять тотемы агрессивные. Но, к сожалению, Трик тусуется возле средней линии и ничего из этого не делает. И мне кажется, это большая ошибка со стороны геймерства. Они, конечно, сейчас не самым удачным образом себя вообще... Я даже не знаю, пытаются ли они реализовать, но Акперкс использует... Отличная ульта! Что? Полетел, полетел! Хорошо, я понял. Птенечка. Не, ну это вообще... Это было только что странно. Возможно, он боялся того, что Карса заходит на него, но там даже не было ульты, насколько я видел, правильно? Ну, да. И как бы она ни в КД, и я вот... Ну, чем это было... Вот чем был мотивирован в данный момент Беркс, непонятно. Он мог использовать свою ульту для того, чтобы вместе с Триком зайти на нижнюю линию, попробовать задавить, там, ее как-то реализовать. И опять они делают какие-то странные передвижения, которые не позволяют им ничего из себя выжить в данный момент. Саша, Саша, не думай, не думай. Все было продумано. Беркс... Насколько все было продумано? Насколько, что ты даже... Насколько, что ты даже... Передвинулся на 2 метра? Александр, ты даже не можешь этого понять, насколько все было это продумано. То есть, ну, там просто план за планом. Слишком глубокие мысли, да? Да. То есть, нам этого не понять никогда. Возможно, возможно. За этим грустно наблюдать, потому что была возможность, то есть, до сих пор, на самом-то деле, есть шанс у G2 зайти на верхнюю линию. Там вообще нет вардов. Ну, вообще ни одного. Вот только сейчас Грагас идет. Выше, чем средняя линия, Трик поднимается только для того, чтобы забрать красный баф и грампа. Все. Вот только для этого. Даже в ту сторону он, по-моему, не собирается смотреть. Я даже не знаю, что к этому дополнить, Александр. Вы просто описали всю ситуацию на карте. То есть, все очень четко, ясно и понятно. Команда геймерсту стоит, ждет, пока их побьют. А что нужно делать? 15 минут, понимаешь, происходит фарм. Все. И периодически зачищают варды около дракона. И неужели, неужели все-таки решается флэш вульф пойти на дракона? Перф тем временем получает опять по лицу. На половину здоровья. Ну, это, конечно, не особо много. Но и позволяет ли Бланке все-таки пойти и помочь своим союзникам? Карса тем временем в одиночку все это делает. Подбегает к бете. 1-2 авто. Оп, все. 1-2, оп, все. 1-2. Он посчитал раз-два и закончил. Ну и три. Ну, ничего особо не было. Я не знаю, что собирается делать этот Иверн. Окей, у него есть... Где? Вот где помощь? Палочкой. Палочкой, искуплением? Или что? Ну, искуплением, там, солярой. Солярой. Хорошо, да. Заливать солярой. Где вот сейчас давление от него? Его нет просто. Мне не нравится то, что делает G2. И не могу сказать, что намного более адекватно в данном случае себя проявляет флэш вульф. Однако они хотя бы забрали дракона. Они пытаются драться за какие-то объекты. И Ренгард приходит на контрганги. То есть он постоянно пытается контролировать своего соперника в лесу. Ого! Неужели выход вниз? Но там стоит три тотема контроля. Три. Как туда заходить, тоже непонятно. Я услышал огои, подумал, что наконец-то что-то произойдет. Но ты меня обманул. Перкс не потому играет. В копию всадил все, что мог. Копия тоже неприятная, поэтому нужно 25 за ноты получить. Комсальное количество урона наносит. И 25 губишки. Дамажешь, что? Ух. Мамма миа. Мамма миа. Кстати, X-Beg тем временем проседает по здоровью от ММД. И ему приходится сейчас уже не сладко. Гракас постепенно начинает становиться сильнее и сильнее. Сворд Арт просто как он встает, в итоге использует свою ульту. Приходит отходить, прикрывает его Бетти. Однако этого недостаточно для того, чтобы не позволить Лулу вернуться на базу. Придется, конечно, Сворд Арту сейчас быстро бэкаться и Бетти стоять в одиночку. Тем временем Звен вместе с Митти смогут что-то, возможно, противопоставить своим соперникам. И, наконец-таки, какие-то действия от G2 они начинают предпринимать. И, кстати, я думал, что Карса прибежит сейчас на нижнюю линию. Знаешь, такой небольшой майнгейм сделает, как будто саппорта нет. И, по идее, Варус должен стоять осторожно. Но они сыграют в агрессию, но, к сожалению, этого не произошло. Я думал, что, наконец-таки, Трик пойдет вниз, и они втроем запушат линию. И даже если придет туда Ренгар, и они просто возьмут и убьют Карса. Вместо этого он опять на центральной линии. Эту игру можно назвать, наконец-таки! Да, подожди, Бетти врываются по Бетти. Сразу цепь порчит, что делает Трик. И вот это первое действие, которое приводит к первой игре. Спасибо за экшон, но, пожалуй, такой экшон мне не нужен был. Что это было за телепорт? Я не знаю, это было странно. Это было очень странно. Тем временем давит Экспекта. Мэйпл получает урон вместе с ММД. Но это очередное убийство для Flash Wolves. G2 в этой игре не представляет, что им делать. По-моему, кроме нижней линии, ничего не творится вообще в игре. И Митти погибает просто так. Зачем он это сделал? Он мог отойти. Окей, размен на АДшника, но тем временем еще забирают верхнюю линию. Александр, тихо-тихо-тихо, успокойтесь. Все хорошо, все хорошо. 3-1. Мы ждали 19 минут, чтобы начался экшон. Радуйтесь тому, что есть. Ну как бы... Ты понимаешь, что у Митти был скачок. Нужно радоваться мелочам. У Митти был скачок. У Звена был хил, но это не важно. Это совсем не важно. Самое главное, все началось. Очень странное решение от G2. Они как-то передвигаются... Они полностью дезориентированы. Они не представляют, что им делать. Они не представляют, к чему это вообще приведет. То есть каждое действие ведет за собой какие-то определенные последствия. Противодействие? Противодействие, ну практически. И на какие-то неудачные передвижения, на неудачные ротации G2 Flash Fulse отвечает... Вот смотри. Цепляет. Окей, Митти стоит. Используется искупление. Он все еще стоит и умер стоя. Не, он упал в конце. Хорошо. Он упал. Но он ничего не сделал абсолютно в этой треке. В смысле? Он привязал Варуса. Они забрали Варуса. После того, как он привязал Варуса, нужно было просто отойти пешком. Флэш, да что угодно. Адэшник виноват. Хил не прожал. То есть ты обвиняешь Адэшника еще? Я на стороне Митти в этом. По мне так Митти как бы не доиграл очень сильно. Я не знаю, это нервы сказываются или... Они просто не могут найти свою игру сегодня. Но у них сегодня самые тяжелые и важные игры. Эти матчи, они обязаны были либо выигрывать, либо хорошо себя показать. Либо хорошо себя показать. Ну, проигрывая, естественно. Но G2 в первой игре в самом начале делали какие-то интересные передвижения, ротации. Они хорошо и грамотно себя реализовывали первые 15 минут. Потом 20 минут ничего не делали. Проигрывали игру. И после этого, естественно, это все привело к тому, что они отдали катку. Но катка еще не отдана, как мы знаем. Катка отдана только когда падает Нексус. Но, тем не менее, команда Фэшу пока что делает все отлично. Они увидели слабость противника, когда команда же тут начала наконец-то что-то делать по карте. Но слишком поздно. Кстати, не самым удачным образом сейчас трейдится. Что он делает? Почему? Искупление пошло. Мэйпл вместе со своим тиммейтом добивает Перкса. И это очередное убийство. И это уже преимущество в 3 практически с половиной тысячи золота. Остановитесь, остановитесь. Перксу нужно выйти. Что это было за телепорт? Он мог улететь спокойно. Почему он вышел из ульты? Ну, то есть, смотри, Флэш Вульфс дождались момента, когда они начинают становиться сильнее, чем их оппоненты. И они реализовывают вот эти вот какие-то определенные передвижения. То есть, наверху только что забрали Райза. Потому что он неудачно использовал свою ульту. Митя опять цепляет цепь Порчи. Добивать должны несколько скачок. А вот если бы там поражал, тут бы не выжил. Слишком тяжело. Слишком серьезно. Хорошо, хорошо. Митя выживает. Ладно. Но они сейчас проигрывают игру тем, что они не пытались вообще ничего делать на ранней стадии. Экспекта цепляет. Очень неплохо. Ульта пошла по Карси. Будет ли продолжать? Да, сюда подходит еще и Верн. ММД находится обездвиженным. И приходится прожимать Экспекту скачок. Взрывную шишку отходит. Маргаритка в шоке подошла к двум членам команды в Хэшвулс и испугалась и убежала обратно. Нет, ММД неплохо сыграл. То есть Экспект тоже был хорош. Что делал Трик? Опять непонятно. Он зацепил своего соперника и просто пешком отбежал. Ну нет, они 2 на 2 бы проиграли, поэтому он сделал правильно. А на центральной линии еще были союзники? Ну, у команды в Хэшвулс тоже есть союзники, как бы. И телепорт валибанке тоже, как бы, на месте. Окей, Джитуа отдают второго дракона. Это не есть плохо. Скорее всего, вторую вышку внизу они потеряют. Кстати, они вообще от крипов... А, нет, ММД добивает все-таки. Ты не заметил ММД? Нет, я заметил ММД, я думал, что он крипам позволит. Знаешь, такая стратегия, когда ты подводишь крипов и у вышки мало здоровья, но ты понимаешь, что крипы могут добить, и при этом ваши соперники потеряют очень большое количество миньонов. Какие-то next-gen стратегии, я всегда просто бегу к вышке и бью ее. Вижу, я парень простой. Вижу вышку, бью вышку. После этого бьют меня, но да ладно. Ну, у всего есть свои минусы. Не может всегда получаться так, как хочешь, правильно? Я никогда так не помню, как я хочу. Трик все еще фармит, у него есть Солари. И я не знаю, зачем он купил ботинки на скорость, потому что пока я вообще не вижу его в этой игре. Быстрее бегать? Быстрее бегать, нет, это... Логика очевидна. Это хороший предмет, да, и верно. Но в данной ситуации, если ты не реализовываешь никак ботинки, вообще ты не пытаешься даже выходить на какие-то ганги, а когда ты пытаешься выходить на ганги, ты просто умираешь, потому что ты залетел на ульте Райза 1 в 5. Я не думаю, что в этой игре будут ульты... А, ну ладно, была уже ульта. Окей. Две. Одна убила. Одна... Нет, три ульты было. Первая на центральной линии, чтобы передвинуться на 2 метра. Вторая ульта от Перкса была для того, чтобы умер... Убить своего и верно? Да, убить своего и верно, чтобы умер Трик. И третья была для того, чтобы в нее не встать и умереть самому. Я даже не знаю, какая из них лучше была. Мне кажется, на реплей можно, в принципе, все. На мовик сразу. Флэш в Ульш делают все хорошо. К ним претензий нет. Что делает G2, почему они потерялись, я не понимаю. Хотя бы раннюю стадию у них должно было быть все отлично, все нормально. Они вместо этого позволяют своим соперникам делать, что они хотят. Они просто формят, они добивают миньонов, но кроме этого они ничего не делают. Вот, окей, зацепили Лебланко и убежали. Но там урона не особо много без Райза и Кейтни, поэтому вцепили-то вцепили, а чем урон-то наносить нечем. Хорошо, цепь очень по звену, врывается Мэйпл. Тут же Карса находится искупление. Пошло и, наверное, просто отбегут G2 вместе с Флэш Вульфс. Хорошо, они разменялись ультами, но при этом Флэш Вульфс забирают из себя Т1. Они опять имеют очередную вышку, они забирают у своих соперников объекты. G2 на это никак не отвечают. Они потеряны, они абсолютно ничего не делают. У них 5000 отставания по золоту. Ты знаешь, когда ты понимаешь, что ты слабее противника, ты просто ждешь, пока он тебя... А чего ждать? Надо инициировать. Нет, ты ждешь, пока он тебя бьет, а потом просто отличный апперкот, как сказал бы Юрий. И Митя погибает, отличный апперкот. Митя опять отправляется на базу. Это была тактическая смерть. Токсическая в каком плане? Не тактическая, а тактическая. Я понял, тактическая смерть для того, чтобы нафидить, чтобы потом больше золота дали? Меньше. Ну, за тебя меньше, а за соперников больше. Да, именно так. Слишком глубокая мысль. У них лейтгейм сетап. Кейтни будет раздавать. Соответственно, нужно давать больше золота противнику, чтобы потом больше забрать. Простая математика, Александр. Простая математика 6000 отставания. Это не 15. Минуту назад у них было минус 5к. Сейчас минус 6. И это отыграть можно. Ну, хорошо, это можно отыграть. Но они до этого стояли ровно. После этого они играли безинициативно и позволяли все, что угодно на карте. Флэш вульпс. Ну, тут, конечно, очень неплохо Мейпл сыграл, но Митти подставился. Митти очень сильно подставился. Райс не подошел. Кстати, очень круто Мейпл сыграл. Он отвел свою копию, как будто это он. И оставил себя на том месте, где должна была быть, по идее, копия. Я же сказал, Мейпл хорошо сыграл. Он действительно все грамотно сделал. Нет никаких проблем? Проблем нет. Ну, смотри. А то я знаю, где ты живешь. Пожалуйста, Александра Уничтайжен. Не приходите ко мне, не бейте. Ну, ладно, не будем. 5-1 счет. 48 тысяч на 42 с половиной. G2 проигрывает. Очевидно, и по объектам, и по драконам. Ну, в общем, по всему, чему только можно. У них строений нет. У них нет драконов, у них нет возможности драться. Знаешь, почему нет возможности драться? Правильно, потому что они не хотят драться. У них нет никакого желания проявлять агрессию по отношению к сопернику. Но если вы, если не будете бить вы, то будут бить вас. Вот так вот в Лиге Легенд. Не всегда. Иногда вы бьете сами себя. Это, простите, как? Ну, Мунда W нажимает, ладно, он бьет сами себя. Ты, наверное, просто не так часто играл на тристанье или на корке. Там, Валькирия вперед, прыжок вперед, и как бы ты этим самым бьешь самого себя. Ты знаешь, как на велосипеде едет, вставляет палку в колеса. Да-да-да, это правда. К сожалению, на велосипеде ты разбил себе коленку, а там тебя разбили всего. Там тебе лицо. Сломали. Зачищают варды. Зачищают варды. Так-так-так, перкс. Сцепляют перкса, хорошо. Идет телепорт, Джоня пошла. И отойти. Отойти все-таки G2. А здесь стрик подставился. А трик умирает. Это минус-трик. Вцепляет Мейпл своих соперников. Очень много урона. Райс использует ульту, но отходит. Мне показалось, что это труп туда привез. Там не было кого привозить уже. Вот опять инициация пошла интересная от G2. А после этого они просто разбежались и отдали своего союзника. Очень, кстати, круто сейчас. А это барон на шорт. Да-да-да-да. И сзади, кстати, Мейпл заходит и может сыграть. Наконец-то можно. Нужно, нужно сейчас блистать. G2, пожалуйста, обрывается по бете. Экспект пытается как-то раздамажить своих соперников. Тем не менее, отличная бочка от Грагаса. Пытается добить взвес своего соперника. Убивает пока что Ренгара. Размен 1-0. Экспект отцепляет. Хороший скачок дается. ММД продолжает честь своих соперников. Мейпл врывается по абонентам. Экспект очень много урона в себя принимает. Однако приходится отходить G2. Но Перкс жаждет крови. Он ждал этого момента. 29 минут. Время сиять. И отгоняют G2 своих соперников. Хорошо разыграли команду G2. Очень хорошо все-таки как-то проконтролировали драку. Не дали возможности Звену умереть. Потому что была неплохая бочка от ММД. Он выкинул его прям Звена к своей команде. Но урона было недостаточно. И кстати очень круто Перкс играл в этой драке. Он очень так четко стоял именно в фронтлайне. Давал урон. Ее телепорт. Кейтлин не успевает зацепить. А вот Перкса можно попробовать. Хорошая цепь идет по Перксу. Очень много урона. Используется сразу. Нет все-таки. Очень много счетов. Там Саларий. Там Саларий, щиты от Трика. И он спасает все-таки своего союзника. Плюс там еще было очищение от Райза. Перкс все-таки смог выжить. Даже скачок не потратил. Но это минус ТП кстати. Вот минус ТП в размен на очищение. Это 100% того стоит для G2. Потому что меньше давления от Флэш Вульфс может быть оказывано. Согласен. Но самое главное то, что мне не нравится сейчас как раз таки тенденция команды Флэш Вульфс. Они не используют свой драфт. У них дабл телепорт. Они очень круто катали только что последние 10 минут команды G2 по карте. Но почему-то они перестали это делать. Вот тут конечно Трик вообще загулял. Он постоянно оказывается в миспозиции. Непонятно что с ним происходит. Но Лесник G2 как-то себя вообще не показывает абсолютно. И вот тут красивая конечно драка. Ну тут Экспект вместе с Перксом просто выиграли эту драку. Потому что они очень круто все сделали. Там еще Звен стрелял по ренгару просто. Ну Звен стрелял и это минимум что он должен был сделать. По-моему красиво. Но Экспект еще два раза зацепил своих соперников. И по оппонентам неплохо дамажил. Вот опять Трика цепляют. Опять цепь дается. А там телепорт еще один второй идет ММД. Не-не-не не успеет. Не успеет. Не должен по крайней мере. Отлично Перкс помогает. Кстати минус второй телепорт. Врывается по ММД. У него есть ангел-хранитель. Приходится отходить. Цепь порчи по миде. Миде опять должен погибать. Но Мэйпл нет все-таки живет. Повезло Мэйплу то что не залетел еще один крит от Звена. Иначе бы он и умер там. На Утилус на низу. На Утилусе есть ТП. Я понимаю что у него есть ТП. Но все равно очень сильно расплитили. Нужно сейчас его давать. Байтит. Байтит команда Хошеллз. Нужно помогать Мэйпл. Так главное не в копию все дать. Но должен понимать то что это копия. Нужно отходить. Нужно отходить. И отлично разыграли команду Мэйшеллз. Выбили. Выбили. Они пока не выбили. Да. Выбили телепорты из Экспекта. Да он успел забрать Т1 на нижней линии. Но оно и так было очень неживое. Поэтому хорошо разыграли Волки. И сейчас нужно продолжать тоже делать. Скоро будет уже наверное телепорт у Мэйпла. В ближайшие пару минут. И когда можно снова идти наверное даже. 1-3-1. Грагас на верхней линии. Трое по средней линии. Потом можно бойцить на Нашора. А Лебанг будет сплит бушить. Потому что посильнее выглядит G2 даже наверное в драках. Вроде казалось бы они... Но это было очевидно. Это было очевидно. Что в драках G2 сильнее. Перкс. Все. Перкс должен погибать. Приехал. Здесь его никто не спасет уже однозначно. Или... А он неплохо играет. Неплохо откидывается. Перкс выживает сам. Подходит Сворд Арт. Хорошее замедление. И должен ли умирать? Должен умирать Перкс! Но это было бы нелегально если бы он выжил. Долгая конечная остановка была для Перкса. Но тем не менее он все равно умер. И сейчас команда Хошу снова пойдет на оборону Нашора. Они должны байтить опять. Ой, я только что заметил. Знаешь что? Клятва Рыцаря. Ну все. G2 должны побеждать. Да. Должны побеждать. Зак одобряет. Ой, ой. Ммдипо Церксу Мэйпл вылетает. Но Мэйпл неплохо работает. Однако сейчас Экспект колоссальное количество урона принимает в себя. У него очень все неплохо. И врыв от Мэйпла был тоже неплохо. Однако не помогает это ему добить своих соперников. Сразу идет от него. Ну и все. По-моему тут расходятся ребята. Они понимают, что G2, что флэш вульс, что такие затяжные драки могут сказаться на одной и второй стороне. Мэйпл красиво играет. Он разыгрывает действительно Лебланку очень великолепно. И мне нравится, по крайней мере, как он это все делает. С другой стороны, команда почему-то не поддерживает в моменты, когда Лебланка врывается и пытается нанести урон своим соперникам. Вообще мне чуть-чуть не понравилось то, как команда в Хошу начала драться. Они могли подпустить геймерсту ближе к себе. И тогда бы они уже раскастовались. То есть Грагас бы влетел, кого-то откинул ближе к себе. Варус бы дал хорошую ульту. А так в узком пространстве, да, вроде бы если ульта Варуса хорошо залетит, будет хорошо. Но, к сожалению, Кейтлин под Иверном и Кармой стрелял. Так, дожди, а тут цепляют ММД. Вроде цепляют, а вроде и нет. Урона как-то по нему вообще. Перкс далеко заходит. Мне нравится, как Перкс себя показывает. Не в плане ультов, потому что ульты у него сегодня какие-то не самые удачные. Но, действительно, механику чемпиона он знает на все 100%. И как долго он жил на верхней линии, это было красиво. Мне не особо нравится то, что собирает ММД. Он четвертым предметом идет в хоторожденную рукавицу. И мне кажется, Фрозенхард был бы получше. Потому что там единственный, по сути, кто наносит урон, это Райс и Кейтлин. И хотя бы отчасти вырубить Кейтлин будет получше, чем дополнительный урон. Кстати, Экспект без телепорта должны понимать, это Флэш Вульфс и должны идти забирать барона на Шорос. Сразу пошел ТП. И G2 успеют ли вообще что-то предпринять? Они, по крайней мере, пытаются зайти сбоку. Перкс использует свою ульту. Хотят навязать драку G2 своим соперником. 4 тысячи. С этой порчи идет никуда. Цепляет бет и врывается ММД по соперникам. Сразу дается тюрьма по Грагасу. И будут сейчас чесить уже G2 своих оппонентов. Однако ММД очень затанкованный и не дает себя в обиду. Однако G2 отгоняют Флэш Вульфс от барона на Шора. И, наконец-то, забирают Т1 на центральной линии. Давно пора. Очень зря команда Флэш Вульфс и ММД. Зацепили ММД. Хорошо подкидывают. Сейчас играют по бете и должны добивать. Но дается скачок и ульта сразу от Лулу. И вроде пока что все очень неплохо для G2. И Грагас падает в ангел хранителя. Экспект, кстати, правда, тоже просел очень сильно. Звен получает колоссальное количество урона. ММД опять цепляет. Но он уходит на пузе. Искупление для G2. И они опять на полном количестве здоровья. Очень неплохо, кстати, танкует Экспект. Он действительно может впитывать в себя колоссальное количество урона. Приходится ему бэкаться. Вот это может быть ошибкой. Зацепили его. Мэйпл врывается. Сзади ТП идет от ММД. ММД. ММД, по-моему, ошибку совершает. ММД ошибку совершает. Нет. Замедляет пока своих соперников. Опять получает определенное количество урона. Карма. Варсу результант попал. Хорошо. Работает по трику. Будет ли добивать? Нет, пока что. Кажется, кажется, влетел. Но Звена еще тоже выживает. Мэйпл. Как много урона по нему проходит. Караса все-таки добивает трика. И это пока что 1 в 0. Бергс не самым удачным образом и бежит. Но все-таки отбегает G2. Драка была очень затяжная. Наверное, минуты две у нас прошло. С тех пор, как началось все. И в итоге умер только ММД и только Трик. Очень зря команда в Хэшуус не стала заканчивать барону на Шора. Там оставалось буквально... Они сейчас опять хотят начать. Ну, на тотеме это делать, конечно, круто. Но я бы не стал. И не более вдвоем. У Экспекта есть телепорт. Подходит Карма Кейдин. Очень далеко. И очень далеко. И у нас в кружочке барон на Шор все-таки сбивает... Сбивает. Сбивает с ног, забирает флэш-вульф. Интересно, у барона на Шора есть ноги? Хвост. А вдруг там есть маленькие ножки такие? Я вот, честно говоря, никогда не обращал внимания. Вот сейчас мы с тобой, наверное, посмотрим. Телепорт от Грагаса показывает. ММД замедляет весь бэклайн. И Перкс, кстати, вообще я удивлен, что не в Перкса въехали. Потому что могли попробовать по нему разыграть. А тем временем забирается старший дракон. Грагаса врывается по дракону. Но Трик очень хорошо забирает дракону. Карса, правда, может погибнуть. Идет искупление. Пока что долго выживает. Но Перкс добивает своего соперника. И хоть... Ну, хоть он и умер. Нет, наверное, все-таки дальше ничего не будет. Сейчас надо бояться Мейпла, который может просто влететь и кого-то ваншотнуть за секунду. Я чуть-чуть зафанбойл сейчас Флэш Вулс. То, что... Простите. Все правильно, все правильно. Карса красиво сыграл. Карса забрал старшего дракона. Теперь у Флэш Вулс есть баф Барона Ношора. Есть баф старшего дракона. И по факту они могут очень неплохо подраться. Но вот насколько хорошо выглядит G2 в драках, мне действительно нравится. И импонирует. Такой вот стиль в этой стадии игры. Потому что вначале, конечно, это было нечто странное. Вот здесь хорошо прям смайт, опт, и сразу смайт. Красиво. Жалко, команда не поддержала. Могло бы все получиться. Потому что тут в АОЕ-шечке просто команда G2 могла и умереть. Опять же, Флэш Вулс не хотели тратить баф Барона Ношора. И просто так баф старшего дракона. Понимаешь? Если бы они проиграли, то, скорее всего, они отдают два бафа. Это очень плохо, это очень печально. И G2 благодаря этому могут камбэкнуть очень неплохо. Ты понимаешь, что вероятность того, что ты проиграешь драку 5 на 5 с двумя бафами, очень мизерная. Да, но рангары зацепили первого. Ну, и надо было играть Грагуса со скачка, которого не было. Ну, сложно сказать, что именно Флэш Вулс здесь совершили ошибку. Мне кажется, что правильно разыграли. То есть они сделали сейфово. Они решили не лезть, что это была ошибка. Они могли выжить из этой ситуации больше просто. Ну, пока что они выживают. Выжимают из этой ситуации довольно-таки много. Минус Т2 уже падает на верхней линии. Они, видимо, хотят зайти на Т3. Или, по крайней мере, переместиться на центральную линию и забрать там Т2. И потом на боте. Потому что, мне кажется, это самое, наверное, оптимальное решение. С другой стороны, подраться хочется и забрать объектов как можно больше, пока у вас есть два бафа. Ну, очень неправильно сейчас делают команда Флэш Вулс. Почему-то Мэйпл очень долго ждал во вражеском лесу верхнем. Ему нужно было просто привести барон-миньонов под Т2 на средней линии и забирать ее, пока его команда развлекала команду Геймерстун на верхней линии. Так, ульта от Рынгара. Но это такая разведывательная. Разведал обстановку Карса. Сейчас у него кончится ульта. И хотят заходить на верхнюю линию. Кстати, не успевают за темпом G2. Маргаритка пошла. И отгоняет своих соперников. Флэш Вулс все-таки забирает всех миньонов и защищает базу. Но при этом Т2 должна падать на центральной линии. Потеряет команда G2 на средней линии. Еще ульта отлично Варуса. Так, Т2 пошла, обрывается Мэйпл. Однако Карса танкует. Мэйпл очень далеко заходил, при этом выскользнул обратно. Митя очень малое количество здоровья. Два искупления. Митя погибает. Экспект теряет просто колоссальное количество здоровья. И его цепляет вновь. Мэйпл приходится использовать скачок. Карса очень долго живет. Хорошие салари используются для Флэш Вулс. И приходится отходить подальше. Но тем не менее, драку Флэш Вулс провели просто замечательно. Отличный драк от команды Флэш Вулс. Нужно бы уже отступать. Потому что на Т3 сейчас заходить опасно. Если заберут, то нужно... Заходят, заходят. И очень удачно это делает Флэш Вулс. У Карса ульта уже откатилась. Вау. Как-то слишком быстро мне показалось. Но вот ингибитор, мне кажется, уже будет оверагрессия. Оверагрессия будет. Стоит ли сейчас пытаться драться за этот ингибитор? Я не до конца уверен. Но Флэш Вулс очень хотят. И пытаются все-таки добить. Так, ульта по бетти пошла. Экспект врывается по соперникам. МД очень мало здоровья должен быть убит. И он все-таки поднимает. Ангел-хранитель есть. Сейчас он должен возродиться. И просто на грани играл. На пузе уходит. Отлично откидывает своих соперников. Ульта от Перкса. И должны зацепить. Должны зацепить ММД. Должны добить его. И этот килл для G2. Это очередное четвертое убийство. Но, тем не менее, они потеряли Т3 на центральной линии. Однако защитили ингибитор. И сделали одно убийство. Сейчас бы команде Флэш Вулс не потерять свой ингибитор на средней линии. Потому что... Ну, слишком агрессивно было. Они могли, как минимум, отправить ММД на базу. Дать телепорт. И чтобы он был фулл хп здесь. Тогда бы, да. Тогда бы они могли так агрессивно играть. Но они этого не сделали. Ответный пуш, кстати, может быть очень неплохой. Я же говорю, они сейчас должны терять как минимум Т3. А мне кажется, что они ингибитор потеряют. Потому что без ММД-то танковать-то некому. Карса может влететь, попробовать. Там, конечно, щитов у него хватит от Сворд Арта. Но, тем не менее. И вот эта ошибка от Флэш Вулс, которая стоила им центральной линии. G2 взяли в себя в руки. Давно пора. Наконец-таки они это сделали. Надо перестать еще отдавать все объекты. То есть именно бафы барона на Шора. Старших драконов. И тогда у них все будет вообще просто замечательно. Но вот здесь Пузано чуть-чуть не хватило до шишечки. Но ММД долго жил, на самом деле. Очень долго. И он пытался, пытался выиграть как можно больше времени для своей команды. До бафа барона на Шора. Вернее, до самого барона на Шора еще одна минута. И там уже начнется какой-то интересный экшен. Начнется драка. И я надеюсь на то, что она будет благоприятна для G2. Потому что сейчас выглядит так, что они намного сильнее в тимфайтах, нежели чем их оппоненты. Я тебе уже минут 40 утвержу, что изначально команда G2 в драках сильнее. У них 5 на 5 сетап намного сильнее. Поэтому Флэш Вулс должны были их растягивать по карте 1-3-1 через 2 телепорта. Ну, это понятно. Но Флэш Вулс почему-то все время стараются держаться вместе. И у них это получается не очень удачно. Ну, это вопрос к ним. И, ну, вот сейчас самое главное, наверное, внимание должно быть как раз-таки на бете и на звенья. Потому что вот эти два чемпиона получили все свои предметы. И это сейчас два монстра. Просто Варус, Грани Бесконечности, Кейтлин, Грани Бесконечности, Роган Рунаана. Пушка и вместо ботинка уже призрачный танцор. Но это просто уничтожен. Знаешь, почему G2 выигрывает? Почему? Клятва рыцаря. Вот так вот. Только из-за этого предмета они побеждают. Там еще баннер. Нет, ну понимаешь, Зак говорил только одну простую истину. Собираешь клятву рыцаря, побеждаешь игры. Что? Правильно, Наутилус собрал клятву рыцаря. ММД, ты видишь, чтобы у него была клятва рыцаря? Нет. Вот поэтому они и проигрывают потихоньку. Пока потихоньку. Пока еще не проиграли. Пока потихоньку, медленно. Просто ему еще дают возможность собрать клятву рыцаря. То есть сейчас продать Омэн, который он только что купил. Ну ладно, понятное дело, у него уже full build. И тут зависит только от того, смогут ли флэш вульс реализовать свою задумку. То есть у них действительно очень хороший сплитпуш потенциал. И если они заберут опять барона на Шора и получат баб с него, то тогда они могут сплитпушить. Однако G2 начинают первые. Пока что Маргарита только теряет здоровье. И отгоняют ММД. Он неплохо замедляет Митти, но этого пока что недостаточно. 6 тысяч здоровья. Ренгар ждет свои возможности. Отличный ультат Бетти. Карсу хорошо, нужно продолжать. Врывается по Карсе. Хороший нокап дается по нему. Откидывает бочкой сейчас грага всех своих соперников. Карса еле живой. Бетти также цепляет. Приходится использовать скачок. Врывается по ММД. Пытается работать по Перксе. Очень неплохо встает он в Жоню. Свордарт погибает. Бетти тоже должен умирать. Это минус 2 для G2. Отличный тимфайт. Великолепная драка для красной команды. Неужели они пойдут заканчивать? Да. Как ты... Неплохо подытожил. Благодарю тебя. Всегда пожалуйста обращайся. Андрей, что пошло не так у Flash Wolf в этой драке? Flash Weeps. Flash Wolf, пошло все не так. Пошло все не так. Замечательная аналитика. Благодарю вас, Андрей. Мэйпл обрывается. Очень неудачно. Карса тем временем старается работать над своим соперником. Но его цепляют. Должны добивать. ММД тем временем теряет 75% здоровья. Его тоже должны убить. Экспект добивает своего соперника. Лебланка погибает. И вот так вот G2 одерживают победу во второй сегодняшней своей игре и отбрасывают Flash Wolf немножечко назад. Flash Wolf они такие неожиданные. Выбросили немножко игру. Ну, опять же, опять команды неправильно реализуют свои сетапы. Они набирают что-то очень интересное, что-то очень такое нестандартное. И после этого просто идут меситься 5 на 5. Спасибо, вы взяли два телепорта, два сплитпушера. Вы идете меситься 5 на 5. Спасибо. Благодарочка туда, но... Я говорю, мне не понравилось, как себя реализовывали G2 в самой ранней стадии игры. И там даже не ранее, сложно сказать, 20-я минута, все-таки это уже ближе к мидгейму. И они, честно говоря, вообще ничего не делали. То есть абсолютно ничего. Flash Wolf примерно пытались хотя бы. Это сложно сказать, что они прямо действовали красиво, грамотно, пытались. Они делали все грамотно. До минуты, я так, 25-й, там, возможно, 30-й, когда они позабирали все Т1. И после этого надо было сплитить? Да, надо было идти 1-3-1, рингару бегать между линиями, играть по одному из чемпионов команды как раз-таки G2. Но почему-то они решили, что мы достаточно... А Flash Wolf решили, что мы достаточно сильные, поэтому пойдем драться. Давай 5 на 5, быстрее закончим. Ну и как бы вот ингибитор на средней линии тоже был очень такой паршивенький, потому что... А вообще зачем это было? Я говорил, нужно оставить центральную линию. То есть это не настолько необходимая вещь. Если вы забираете ингибитор на нижней линии, да, за него можно действительно драться. Это действительно очень важно. Но центральная линия это не настолько приоритетный объект для того, чтобы за него отдавать своего топ-лейнера. А после этого еще и отдавать всю центральную линию, терять ингибитор. И все, вы закончились по факту. После этого вы опять совершаете ошибку, которая приводит к тому, что вы теряете очередных игроков, очередных союзников на бафе барона на шоу. Вернее, на бароне на шоуле. И вас просто заканчивает вам игру. Ну, это выглядело очень странно. Ни одного хорошего, вот именно даже действия в плане сплит-пуша. Согласен. Но, наверное, надо брать что-то попроще. Команде пуш-вус все-таки. Они хорошо играют во ранней стадии игры. И после этого драки 5 на 5 будут все-таки поинтереснее выглядеть. Ну что ж, а...